Ну, Арина мне сказала, что какая-то она стрёмная. Помогите! Меня заставляют работать, как мы сидим и кушаем. Как мы поводок одевали на улице, как она себе вела. Я сама кушу. Да. Артур чуть-чуть не отодрал весь лист. Вот так вот кушаю венские вафли. Пахнет очень вкусно. Ну вот мы и на улице. Артур повторяет за Ариной. Пока только сидит. Артур, ты не будешь полностью повторять? Повторюшка ты маленькая. Сегодня, в принципе, зима-зима. О, ты смотри, Лёх. Повторюшка ты. Ну, поваляйся, поваляйся. Долго не будем, холодно. Ну, зима и все. Ангела сделала. Но это любимое дело, Арина. Делать ангела. Артур, что тебе за шапка? Что-то она мне не очень нравится. Надо ее снимать. А я маме говорила. Ну, Арина мне сказала, что какая-то она стрёмная. Ну, да, какая-то так себе она ему не идет. И она не модная, это точно. Но она просто ему не подходит. Вот. Не нашли салазку дома. Не знаю, надо поискать. Вот эти горочки небольшие. Покататься оттуда можно будет потом. Ну, Арине только, я думаю. Хотя Артурчику тоже. Артур, ты что делаешь? Он, как всегда, ползком. Вспоминает недалекое детство. Ползаем. Ему надо тяжело ходить позже. Это зимняя одежда. Ни один ребенок не любит эти зимние толстые вещи. Малышек заснул. Хорошо. Я головой на сне. И он тоже. И он тоже. Ложись, Артурчик, ложись. Надо эту шапку красную Арине отдать. Ей как раз будут куртки. Лех. И лежит. А ты сам встанешь? Нет. Ой, все руки в снегу уже. Все. Главное, чтобы не замерзли. Будем следить за этим. Ну, вот так вот играем. Все валяемся, да? Итак, весь из кухни. Повар на месте. Повар на месте, на месте. Повар на месте. Ну, что, я тоже подготавливаю. Не надо, потому что прям не сидишь. Помогите! Меня заставляют работать каждый день на кухне. Да ты что? В общем. Сегодня Вова купил, смотрите, какая огромная банка меда. Как вы думаете, сколько здесь литров? Она просто гигантская. Классная, кстати, баночка. Приходится к чему-нибудь, да? Для чего-нибудь. Мы вообще любители всяких баночек таких пластмассовых. Вон их сколько стоит. Кстати, они все нужны периодически нам. Правильно? Ну, когда бывает, их собирается слишком много, мы решаем, что пора их выкинуть, выкидываем, и потом оказывается, что они нам были нужны все. Ну, вот так вот, вот так вот. Что ты готовить будешь? Там уже готовится в духовке. Посмотрите, кстати, я не знаю, где 10 минут уже. О, через верх поплыли. От тебя глянь. Ой. Ты слишком много положил. Или нет? Или много? Или поднялась? Ну, кажется, я точно не поднялась. Разве у меня не поднималась? Ну, оно булькает, кстати. Тут разрыхлитель. Ну, вот. Венские вафли. Будем пробовать. Венские вафли. Ну, форма, вернее, венских вафлей нам очень нравится. Туда, там такие дырочки получаются, квадратненькие. Туда можно же что-то вкусненькое ложить. Чтоб вы понимали, чтобы не положить форму венских вафлей, они становятся венскими вафлями даже по вкусу. Да. Потому что вы себе представляете венские вафли, и все. Да, все у нас в голове. Артучек сегодня заснул в пять часов. Так, кусачка хранится. Сегодня выспится, и будет вечером носиться, потом гулять. Малышек спит. Арина там гирляндочки делала. А сейчас, видимо, пошла отдыхать. Прячется. Ага, ага. На улице уже темно там. А я делаю видео. И делаю видео... В общем, это было годы... Когда я беременна была Артурчиком. Около трех назад. Вот. И кусачку мы выгуливали на улицу и ходили к Вове на работу. Он еще туда на памперсах работал. Это видео длится 14 минут. Оно выйдет на Кошачьем канале. Очень прикольно было. Как мы поводок одевали на улице, как она себя вела. На работе там прикалывались. Она там и на плече у Вова сидела, и на витрине, и деньги считала. В общем, прикольно. Заходите к нам на канал Кошачий. Посмотрите. Видео классное. И интересно было мне сейчас на себя посмотреть. Три года назад. Прикольно, конечно. О, кусачка пришла. Гладится. Красотка наша. Ну все, видео готово. Буду дальше делать. Так? Кусака. Артурчик, где твои обнимашки? Обнимашки только что были. Артурчик, где обнимашки? Не, не такие обнимашки были. Были обнимашки ноги папины. Артур, где обнимашки ноги папины? Что ты смотришь телевизор? Там еще не идет. Артурчик, по ногам только что папе топтался. Потом ноги его обнимал. Опять пошел туда. Там пауза. Малыш. Жулик. Черт, понятно. Только что мысль с лапой закрывал. Так, тут папинь шедевр. Шедевр. Рыхлый-рыхлый какой-то получился. Странно. Я дала ему рецепт. Делал по рецепту. Непонятно, что получилось. Ты знаешь, что я... Я смахал. Да. У нас уже почти поздно. И все мы не спим. Все прям все, все не спим. У нас еще чаепитие намечается. Еще чай и чай заваривается. Еще никто не собирается спать. Мы-то зависим от Артура и от Артема. Пока они не лягут, мы не можем влечь. А они не собираются спать. Вот и все. Попробуем. Так, у нас подклейка обоев идет в полном ходу. Артур чуть-чуть не отодрал весь лист. У нас ремонт. Да, ремонт. За одну минуту. За пять секунд. Все? А что не все? Так, Артур пришел. Что ты тут делаешь, а? Он поможет ремонтировать. Ой, скажи, какая интересная цацка, да? Ремонт закончен. Самое главное, когда дома пять котов и трое детей, внутри дорогие руки. Ой, что там? Какая-то халтура у тебя, Вова. Что это такое? Халтуришь. Видимо, сквозь дешевый, я понял. Бывает такое, что скотч не клеится толком. Это я уже подметил давно. И сколько стоил? Не помню. Но я выбрал самый дешевый. Ну, так а что ты выбираешь самый дешевый? Ну, самый же дорогой выбираешь. Ну, средний. Что ты? Тем более, ты знаешь, что дешевый бывает плохой. Так что это ты виноват. Артур, иди сюда. Ой, ковер двигается. Тоже англ. Ой, скажи, кто там шумит? Артемчик аж дернулся во сне. О, красотень. Главное, что блестит. Еще в придачу. А у нас глянцевые обои теперь. Местами, да. Ой, Аринка тут гирляндочку сегодня наделала. Нам надо как-то повесить. Ты почему гирлянду его не достаешь? Я вот знаете, что думает. У нас Новый год послезавтра, а у нас не намека на Новый год. Нынче смотрел дизайнерскую одну программу, так вот там была сделана штукатурка как-то, то ли обои, то ли что, под голый кирпич. А зачем заморачиваться, если можно оторвать обои и сделать дизайнерский вариант под голую плиту, бетонную. Точно, хорошая идея. И не страшно даже, что что-то здесь случится. Можно рисовать, вымазать. Рисовать, да, что хочешь делать на ней. Она у нас, короче, такая еще настоящая, без штукатурки. Бетонная плита под низом еще старых времен. Такой дизайнерский вариант комнаты у вас. Покажите нам штукатурка, кирпич, обои. Ты чего? Соскользнула нога. Мама тут уже в сон проваливается. У нас тут проба Вовиного деликатеса. Я приготовил, я делаю. Я пробую. Давай. О, оно застыло немножко. Так и это, отлепи. Может, что ты там ложкой раздираешь? Не знаю. Вот так вот кушают венские вафли. Пахнет очень вкусно. Оно сладкое очень. Я пробовала. Оно супер шлопное. Вот именно. Меда перебавил. Он трепает. Очень плохо. Что? Подгорело? Подгорело. О, боже мой. Что это такое? Не, Вову нельзя отправлять делать выпечку. Да, полчаса поставил. Все по рецепту. Все по рецепту засыпал. Все по рецепту поставил. Ну что? Оно очень сладкое. Нормально. Но оно без сахара. Здесь мед и банан. Ну, когда есть банан, можно вообще не подслащаться больше. Всем приятного аппетита. Интересно. Вот эта вот вкуснятина нагнала кому-нибудь слюну или нет? Ну, она некрасивая. Какая у вас любимая выпечка? Какая у вас любимая выпечка? Поделитесь рецептом. А я желаю вам доброй ночи и до завтра. Пока-пока.